Добрый вечер! Светками подеи стали наши корреспонденты. Виктор Кардаш на поле працует уже около 30 годов. Только по 6-летней уборочной кампании за рулем этого грузовика он поспел проехать несколько тысяч километров. Сейчас признается, переступить тысячные рубежи для его не в новинку, а вот быть первым тысячником в масштабах всей области – свой особенный дебют. Неожиданно получается, что раз в раз стараются, ну в чем все говорится, стараются лишнюю тонну взять, где-то залезть на машину, подровнять, чтобы больше влезло. Работа здесь и работаешь, как говорится, работа – это жизнь. Деревня – это все. До речи, агрокомбинат «Холмич» сгоду у год показывает высокие выники лета, сирот первых тысячников области так само были его комбайнеры. Колись сказать про селеднюю уборочную, то на сене «Холмич» у лидерах по уроджайности. На рахунку агрокомбината зараз амаль 7 тысяч тонн собранного сборжа. Соблюдается технология возделывания сельхозкультур. Вы видите, что поля чистые, ухоженные и есть результат. Район лидирует, в этом году он в лидерах. Я думаю, до конца уборки он выдержит свое лидерство среди районов области. Усяго с поля у Гомельшины на сене собрали больше 250 тысяч тонн, а гэта амаль в четыре раза больше у поравнаний с аналогичным леташним периодом. Отповедно, великий прорыв и у показчиках по уроджайности. Специалисты означают, что досягнуть их шмат, чем допомогло надворье и высокая готовность техники. Усяго ж у этой хвелины на полях в области працуют 1400 комбайнов. Завершена уборка рапсу. Напереде – сбор пшаницы, житы, ячменю, ауса и зернебобовых. Ганна Ковалева, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко. Телерадоакампания «Гомель» Зречицкого района. Проходжение на Вольничного фронту с порывами ветру до 20 метров за секунду покинуло шерах неприемных наступствов на Гомельщине. Отключение электроэнергии отбывалось и у 400 населенных пунктов 11 районов области. А кроме того, в регионе было зафиксовано 56 выпадка упадения древа. Всеродной больше потерпелых районов в области – Светлогорске. Такого урагану мясовые жихары не памятают уже давно, а влады называют его самым мощным за всю историю района. Вырванные с коренем и поваленные древы перекрыли некоторые дороги. За непогадзе не только город с насельництвом у 70 тысяч человек, але и весь район на час опынулся без электричности. Причиной стало отключение всех линий, что подводить до Светлогорска и ЦЭЦ. Змагаться со стихийным бедством начали еще тогда, когда ураган бушовал на всю моц. На свое працовное место у экстренном парадку были выкликаны усе необходные службы. Координацией працы занялся штаб в панозвычайных ситуациях. Были задействованы 11 дизельных генераторов для обеспечения жизнедеятельности предприятий и завершения технологических процессов. На сегодняшний момент восстановлена нарушенная водоснабжение, восстановлено водоотведение. Все системы жизнедеятельности Слогорского района функционируют в штатном режиме. У авторок, не устойливая надворье, заховается. На большей части территории Гомельской области пройдут дожды, местами на больнице и порывистый ветер. Температура поветра у ночи складе до 16, у день до 23 градусов. Реализацией инвестпроектов на промысловости заразь займается не только державный, але и приватный сектор экономики. До запуску новой вытворчасти худко приступить на гомельском предприемстве «Полидрев». Одинным регионам – вытворцы пластиковых деталей для сельско-господарчей техники. У планах – выпуск термопанелев, які будут запотребованы в будовництве. Подробностей у Марины Северьяновой. История предприемства «Полидрев» началась с 400 года тому, коли тут працовали несколько человек. Сейчас это пять цехов из выше 300 работников. В ассортименте продукции – несколько тысяч наименем выработок, запотребованных на белорусском и российском рынках. Среди основных покупников – тракторный завод «Гомсельмаш», «МАЗ», «БелАЗ», «Амкадор», «ЛиАЗ» и «Рассельмаш». Узровень якости дозволяя смело выходить на европейский рынок. Але ж гэта ниша занятая своими вытворцами и долучиться до их практично немахчима. Наша продукция достойна. То есть мы производим ее абсолютно на высокотехнологичном современном оборудовании. На точно таком же оборудовании делаются детали для таких компаний, как «Мерседес», «Ауди» и так далее, «Фольксваген» и даже «Аэрбас». Абсолютно такие же станки, как у нас стоят. А зараз на предприемстве вырешили поширить ассортимент и наладить выпуск продукции для будовничьей галлины. Инвест-проект отримал одобрение на республиканском узровне и будет реализованный до конца будущего года. Дякуючи ему, прационное место отримать свыше по сотни человек. У нас несколько сейчас в работе инвестиционных проектов новых. Один из них принципиально новый – это наша собственная разработка. Она лежит немножко в стороне от нашего основного направления производственного. Это будущий строительный материал, так называемая термопанель «Дывань». Она будет использована и востребована в строительстве. Это декоративный утеплительный материал. Зрозумела, кризис негативно отбився и на экономичном стане пыли древа. Для стабилизации ситуации тут начали принимать неординарные меры. Например, укранили компьютеризованную систему организации вытворчасти. Дякуючи этому повысилася продукционность работы. А это, в свою очередь, позволяет снижать себе кошт товаров. Больше эффективно, чем экономия на сыровине и палево на энергетических ресурсах. Для меня показатель – это производительность труда. В нашем предприятии внедрена вертикальная сплошная система компьютерного учета производства. Все заказы идут от заказа до склада готовой продукции, все через компьютер. Рабочий знает свою зарплату ежедневно, сколько он заработал. Это позволяет увеличить производительность труда. За последние три года производительность труда на нашем предприятии увеличилась примерно вдвое. Благодаря внедрению вот этой компьютерной системы организации производства. Марина Северьянова, Дмитрий Радзянко, Телер, Радио Компания «Гомель». Сегодня у Республиканским навыково-практичным центры Радиоцины Медицины и Экологии Человек отбылась встреча працанного коллектива с делегатом 5-го Сибелорусского Народного Схода. Перед урочами выступила депутат Палаты представников Национального Схода Республики Беларусь Алена Остапюк. Яна поделилась с присутными своими уражениями и рассказала об принятых по час Сходу решениях. У приватности в медицинской сфере значную увагу в ближайшие 5 годов будет нададено питание маховы здоровья и развитие материально-технической базы медустанов. Треба отзначить, у этих и инших накерунках в медустанове уже зараз многое сделано. Тут створены все умовы для комфортного обследования и лечения пациентов. Дорогие, спектр медпослуг Республиканского навыково-практичного центра Радиоцины Медицины и Экологии Человека плануется развивать и в дальнейшем. Когда я обратилась к директору и сказала, что вам, в принципе, у вас уже все есть и для диагностики, и современные методы диагностики, говорю, наверное, уже все. Он сказал, нет, мы развиваемся и открываем новые отделения, которые будут направлены на улучшение здоровья и качества жизни человека. И радует то, что рассказывает, что будет открыто отделение по пересадке костного мозга и стволовые клетки, что теперь на современном этапе это очень главное. На Гомельщине подведены выники централизованного тестирования. В этом году 100-бальные сертификаты отримали 39 абитуриентов нашей области. Этот выник к рыху перезыходить лишь бы минулого года. Тогда выдатников было 36 человек. Больше за все 100-бальных сертификатов у областных центров – 9. На другом месте – Мазырский район. У Скарбонцы мясовых абитуриентов – 8 максимальных результатов. На третьем – Светлогорский район и 6 выдатников. В этом году так само вылучились Добружский, Калинковицкий, Нараулянский, Ельский, Речицкий и Чачерский районы. Азначим, что наивысший выник продемонстрованы по русской мове и громадознавстве, а так само по физице, белорусской и английской мовах. Значная подея для прихильников экстремального спорта отбылась на минулых выходных в Гомельском районе. Открылся первый в нашем регионе парк для вейкбординга. Накольки популярный новый вид спорта среди гомельской молодежи, доведалась Катярина Жданович. Выконание труков на вейкборде – важный складник этого вида спорта. Дякуючи махчимости получать экстремный отпочинок, популярность вейкбординга значительно взросла в опушные годы, в Тымлику и в нашей стране. Сегодня в Беларуси день нечает 12 вейкпарков. Пришла черга и Гомельской в области. Новый объект разместился на территории одной загросядейб у везцы Асавцы, недалеко от Гомеля. Мы очень давно занимались виндсерфингом. И так как в нашем регионе очень слабые ветра и сезон виндсерфинга очень короткий, нам стало скучно. И в одной из поездок за границу мы увидели, что ребята катаются на какой-то доске по воде. Тогда мы с ним познакомились, с ребятами. Они нам рассказали, мы втянулись, и нам это очень понравилось. И мы решили такой же парк построить у нас в Гомельской области. Это хороший досуг для молодежи, это хороший отдых и для жителей города Гомеля, и Гомельской области. И несомненно, я думаю, что сюда можно привлекать иностранных туристов. Я думаю, что это хорошая подспорья, изюминка Гомельской области будет несомненно. Проверить натрывалость самую долгую реверсийную лябёдку. Украине приехали профессионалы и аматоры вейкбординга з усёй Беларуси. Церудых неодноразовый призёры, переможца чемпионата Европы и света по водных лыжах Герман Белякоу. Вот он! Дабл С! Я старался очень сильно не рисковать, скажем так, чтобы не тратить время на плавание и зрителям больше показать амплитуду. Ну вот один из самых сильных трюков, что я сделал, это двойной S-бэнд. То есть это получается вылет в горизонтальной плоскости и вращение 720 градусов вокруг своей оси. Приехав, я увидел достаточно хороший уровень, несмотря на то, что парк открыт буквально совсем недавно. Ребята очень активно развивают вейкборд в этой части нашей страны. Радует тяга этой канатной дороги, амплитуда у спортсменов зашкаливает на самом деле. Необходный инвентарь для катания, музыка, спякотная надворья, белый песок, вода и отповедный летний настрой. Так открывали гомельский вейкпарк. А кроме того, кожный жадающему хочуцебе у роли вейкбордиста и прокатиться по хвалях мясового водоему. Шлем, супрацедарный жилет, макчимы стрематься на дожце и вейкборд. В случае, когда из-за справы берутся девочки, еще одной необъемной частью появляется червяный купальник. В Жнивне тут плануют провести один из этапов республиканских споборництвов по вейкбордингу. А еще праздники час гомельский вейкпарк макчима станет местом для научения этому виду спорта самых маленьких. Катерина Жданович, Михаила Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Отбылся поединки 12-го тура чемпионату Беларуси по футболе у первой лизе. Светлогорский химик на домашнем поле примал аутсайдера турниру Ашмяны. Господары святковали перемогу з ликом 2-1. Але самый великий интерес у гэтым туры безумовно выкликала гомельская дерби. На центральном стадионе сустракалися футбольные клубы «Гомель» и «Гомель-Желдар Транс» – первый лидер турнирной таблицы. Чы гуночники некий час трымалися другими, але за опошнение калькі тураў скатилися на четвертый радок. На правах господараў поле и фаварытаў турниру зелено-белая чакана заволодалі инициативой. Гульня, сабліваў першым таймі, ў основным была сконцентравана ля варотаў гастей. Небеспечныя для іх моменты узнікалі часто, але ў сетку мяч такі не трапляў. Калі – за недакладных ударыў, а калі – из-за дзеніў абароны. Часы шоў, але на табло па ранейшаму былі нулі. Даперапынку так нічога і не зменілася, як уласна і пасляягу. У другім тамі футбалісты гомержелдар Трансу, крыху асьмялелі і месцамі навад перахопвалі інициативу. Сказалася іспякота. Гульцы абедзвюх каманд прыкметна стаміліся, і гульня стала яше больш марудной. Толькі на пошніх хвілінах узнікла нейкая жаўлення, але часу, каб зменіць ход падзей, нікому так і не хапіла. Нуль-нуль так і засталося выникам сустречи. Тяжело начинали. Долго привыкали к покрытию, в общем-то, к антуражу, габаритам поля во втором тайме. Немножко перехватили инициативу. Где-то взяли игру под контроль. Че-то моменты или полумоменты возникали, но, к сожалению, не довели до логического завершения. В общем-то, очку взяли. Мы довольны, готовимся к свече. Правильно сказал коллега. За исключением, наверное, 15-20 минут второго тайма. В принципе, остальное время было полностью под контролем. Территориально, и с мячом мы владели. Но, к сожалению, если у нас и были моменты, не полумоменты, то мы их не использовали. Скажем так, мы недовольны результатом, но долго на этой игре останавливаться не будем. В общем, через 6 дней у нас заключительная игра первого круга. У нас есть задачи, цехи, которые надо решать. У студии працывала Наталья Игнаценко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова